Ом Ти Ви Юэй про головне Украина заявляет, что плацдарм на левом берегу Днепра откроет путь на Крым. По информации агентства Reuters, численность украинских войск на их якобы новом плацдарме несколько сот человек. Наш верховный некомандующий не собирается побеждать в этой войне от слова совсем. Таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы не одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Противник год назад не атаковал нигде. Инициатива полностью принадлежала российским вооруженным силам. А что мы имеем сейчас, в июне 2023 года? Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен. Президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков за несколько дней. Ему приносят данные, он не понимает, что говорит. Скажите, а с чего он должен понимать это? Он вполне может верить, если бы ему подсунули 1800 танков, он бы это мог озвучить. Он никогда не видел танк, кроме как на параде. У него там с головой, но он действительно ведет себя, может быть, даже не как старик, как ребенок. Где заложный, да, вот, Владимир Владимирович. А где он заложный? Целый канал есть такой, где заложный. Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где он. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. Шансов на победу у нас нет. Никаких. Во! Как отметил российский лидер, не Москва, а Киев отказался от переговоров. Этот проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Знаете, что в этом так называемом соглашении самое смешное? Это не соглашение. Ровно наоборот, это доказательство его отсутствия. Договор или соглашение – это документ, фиксирующий единые позиции сторон по какому-то вопросу. А в том, чем размахивал Путин, зафиксированы как раз противоположные позиции сторон. Посмотрите на эту бумагу, фото слева. Там по каждому пункту у России одна позиция, а у Украины совершенно другая. Такая бумага протокола о разногласиях составляется, когда сторонам нужно зафиксировать разногласия, над которыми предполагается затем работать. То есть такая бумага – это не договор. И она даже не означает, что договор появится. А на первой странице, показанного Путиным так называемого договора, фото справа, перечислены страны-гаранты безопасности Украины. Кроме России, названы Великобритания, Китай, США, Франция, Беларусь и Турция. Эти страны автоматически являются сторонами договора. И без их подписей он недействителен. А их подписей там нет. Поэтому нет и договора. Так что повторяю. Никакого договора или соглашения Путин не показал. Потому что никакого договора или соглашения никогда не было. Еще смешнее то, что Путин, как юрист, должен все это понимать. Но он настолько изобрался, что не понимает уже вообще ничего. Даже элементарных вещей. Все, что произошло на этой встрече с африканцами, это отчаянный шаг бункерного ничтожества. Посмотрите, мол, мы тогда договаривались. И сейчас договаривайтесь со мной. Пожалуйста, я не хочу в Гаагу. На фото четко видно, что на проекте по состоянию на 15 апреля 2022 года написано. Проект. Из западных вооружений тогда у Украины были каски, бронежилеты и один джавелин на роту солдат. А первый рамштайн состоялся 22 апреля. Да и кстати, в Будапеште в 1994 году подписывали меморандум, получали от ядерного клуба гарантии. Отдали России третий мировой запас ядерного оружия. А как следствие, шиза-маразматик, просрав свою страну, попер на Украину, чтобы куда-то пристроить изгоняемое население новыми хозяевами России, китайцами. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Я все наступление провел в карантине, перед встречей с Владимиром Владимировичем. В принципе, что нужно сказать, вы скажите, я все скажу. Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет? Нет, никакие тайны не выдаю. Почему мы, начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать свое население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наемники, польская речь звучит на нашей территории? Польские наемники там действительно воюют. Вы правы абсолютно, с вами согласен. И несут большие потери. А, ладно, да, да, ничего страшного? Мы очень надеемся на то, что этот разговор, он будет честный, откровенный, все на это рассчитываем. С моей стороны точно, обещаю. Зуб даем. С наш тоже. Отлично, тогда так и будет. Произошел прямо-таки обмен опытом между творцами колоссального обмана, в который опущено все население России. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в него поверят. Главный вопрос, который интересовал паркетного главнокомандующего, или точнее, как его называет Гиркин, некомандующего, как ему дальше выстраивать свою коммуникацию? Я просто не понимаю этого. Нужно ли совершать предвыборные поездки на фронт, чтобы и дальше казаться крутым пацаном? Или же консолидированного военкорского камлания хватит, чтобы преподнести Путина таковым без лишних угроз телу номер один? Во все времена известно, что кадры решают все. Паркетных людей очень много. Мне до этого не дело, как это вообще относиться. Я просто этим не интересуюсь. Мобилизация есть мобилизация. Я о ней никак не думаю. Для всех для них переизбранный счастливый дедушка не выход из ямы, где они сейчас сидят, а на голосах пенсионной биомассы уже не переизбраться красиво. Нужно попыхтеть и персонально выдать военкорской своре капитальный бюджет для правильного освещения хода войны и места Путина в ней. Мы не планировали ни крымских событий. Мы не планировали событий, которые сейчас происходят. Это же все проекты длительного цикла. Они на годы вперед планируются, а потом реализуются. И реализуются так, как мы планировали лет 5-7 назад. Это было лет 8 назад, может быть, даже чуть побольше. Мы начали программу модернизации оборонно-промышленного комплекса. Даже каменные лица медиа-шакалов не смогли утаить разочарование текущим состоянием умственного аппарата Путина. Сказать, что он скучный органчик, ничего не сказать. Отстраненные и шаблонные лапидарные ответы порождают в умах единственный вопрос. Что будет, когда ничтожество рухнет под тяжестью своего вздора? Нужно ли его подпирать исключительно в целях самосохранения? Или же пора вкладываться в нового нормального вожака? Надо работать тщательнее, по некоторым образом. Это здесь с вами согласен. Мы, волнуясь, наблюдали эту картину. Да, да, да. Но ребята проявили себя самым лучшим образом. Понимаете, чем это отличается от Великой Отечественной войны? Ничем. Все то же самое. Для конкретных людей, которые погибают, ронения получают. Борются, воюют, ничем не отличаются. Но их не хватает. И Орланов не хватает, и качество этих Орланов нужно повышать. Хотя они свою задачу выполняют. То есть есть много того, чего нужно. Средства противотанковой борьбы современные нужны. Да и танки нужны современные. Шансов на победу у нас нет. Никаких. Во! Ну а в Киев с неанонсированным визитом сегодня нагрянул новый глава МИД Британии Кэмерон. Сделал он это спустя всего два дня после назначения. В Киев с неанонсированным визитом.